Как будто у меня заменили свет. Вот это, вот это, вот это. В дверь Раисы Синицыной позвонили двое. Представились сотрудниками МОСЭНЕРГО и заявили, если сейчас не заменить автоматические выключатели электросчётчика, дом сгорит. Испугалась, конечно. У меня денег нет. Денег нет, ну можете занять, потому что в следующем месяце будет более дороже. За работу отдала 5 тысяч. Аналогичные проблемы горе-мастера обнаружили и у соседки снизу. Взяли 3200. У них денег много было, они прямо клали. Так что люди соглашались. Они именно, знаешь, что тут живёт бабулька, там живёт бабулька. Представляются лжеэлектрики сотрудниками компаний, название которых созвучно с МОСЭНЕРГОСБЫТОМ. Я им доверила, я прямо думаю, ну пришли электрики. У них там бумаг был отпечаток. Евгений о том, что с его счётчиками что-то не так, вообще узнал по почте. По результатам проверки контролёром было выявлено, что ваши автоматические выключатели имеют признаки технического несоответствия. Баз звонил туда, мне сказали, да, это, говорит, постановление там какого-то. Стоимость этой операции будет стоить 4500 рублей. В МОСЭНЕРГОСБЫТИ официальной энергетической компании поясняют, автоматические выключатели они не проверяют. И уж тем более не заставляют их менять. А пожаром пугают точно мошенники. Они ещё говорят, что если не заменить сейчас прям автомат, то МОСЭНЕРГОСБЫТОМ не придёт и не заменит прибор учёта на бесплатной основе. На самом деле это неправда. Мы придём и заменим прибор учёта в любом случае. Сотрудники действительно могут прийти с проверкой, но осмотрят только счётчики и о визите предупредят заранее. Вот так выглядят наши электросчётчики. За их состоянием следит МОСЭНЕРГОСБЫТОМ. А мы только передаём показания. А вот это автоматы. Они срабатывают, когда в квартире происходит короткое замыкание. Просто выключают электричество. Для того, чтобы понять, исправно они или нет, никакой сотрудник не нужен. Рычажки подняты. Электричество в квартире есть. Опущены? Электричества нет. Значит, всё работает. Проводим эксперимент. Вызываем электрика из московской энергосетевой компании. Есть, оказывается, и такая. Совершенно исправным автоматом. Практически не взглянув на них, мастер предлагает всё менять. Они могут сгореть, вот, проводочка. Кстати, в магазине такой автомат стоит максимум 200 рублей. С нас запросили в 10 раз больше. Я не вижу здесь мошенничества. Почему вы называете полторы тысячи за каждую? Ну, расценки такие стоят полторы тысячи за каждый автомат. Не знаю, по расценке сколько стоит в магазине. Ну, полторы тысячи стоит он, а не дешевле? Дешевле стоит, конечно, дешевле. И дело не только в деньгах. Если горе-мастера подключат что-нибудь неправильно, это как раз и может спровоцировать пожар.